Десятки именитых бобруйских боксеров своими кулаками прославляли наш город на республиканской и международной арене, будь то профессиональный или любительский ринг. Воспитать настоящего спортсмена, как считают многие тренеры, без боевой практики и спаррингов невозможно. Как раз матчевая встреча между представителями разных стран как нельзя лучше подходит для этого. Вместо игровых видов спорта выбрало единоборство. И, нужно сказать, не прогадало. 19-летняя Милана Нестерович, кандидат в мастера спорта, уже на протяжении 8 лет приходит в зал бокса училища Олимпийского резерва. На матчевой встрече нашей спортсменке противостояла представительница России. Несмотря на разницу в весе и мастерстве, Милана показала бойцовский характер и невероятную волю к победе. Частые удары и блоки. Бой прошел в духе честной спортивной борьбы. Милана грамотно действовала, не подпуская близко соперницу, хотя, стоит признать, часто класс россиянки брал свое. Девушки продемонстрировали свои лучшие бойцовские качества. Хоть и говорят, что на ринге нет друзей, за его пределами все участники матчевой встречи – настоящие друзья. Так как соперница немножко компактнее, чем я, ну, по физухе она сильнее, мне тренер ставил задачу не пропускать удары и работать на дистанции и передвижениях, чтобы не пропускать много ударов. Я рада, что тренер мой доволен к этой степени, и я поняла, как надо работать с такими соперницами. Более 70 спортсменов – представители школ бокса Беларуси и России. Это цифры матчевой встречи. По словам организаторов, важен не сам результат, а обмен опыта между спортсменами и тренерами двух стран. Но нельзя, конечно, не отметить тот факт, что и бобручане не ударили в грязь лицом перед нашими гостями. Есть как начинающие только ребята, а также есть уже более опытные победители даже своих стран, своих регионов. Поэтому уровень разный. Но мы с таким прицелом и делали, чтобы обхватить разный уровень. Ребята разный возраст. Уже не первый год сборы в нашем городе проводят боксеры из столицы России. Эта матчевая встреча для москвичей стала заключительным этапом перед внутренним чемпионатом. Но а на вопрос, почему выбрали местом подготовки именно Бобруйск, тренеры отвечают очень просто. Во-первых, здесь училище Олимпийского резерва, где очень много спорен партнеров приличного уровня, соответствующих по классу. И мы учимся у наших белорусских оппонентов, они учатся у нас. Ну и, конечно, дружеские отношения. Эта матчевая встреча уже третья по счету. То есть, можно смело утверждать, это хорошая спортивная традиция. География участников постоянно расширяется, что также подтверждает популярность турнира, проводимого на Бобруйской земле. Да и сами спортсмены показывают настоящую страсть на ринге. Ни результаты, ни медали. Самый важный бокс объединяет людей разных взглядов и интересов. Помогает обрести новых друзей и узнать, на что ты способен. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.